здравствуйте коллеги давайте сегодня поговорим с вами о том как с минимальными затратами создать грамотные должностные инструкции для сотрудников службы поддержки я расскажу о том как использовать существующие профессиональные стандарты для того чтобы сформировать квалификационные требования непосредственно должностные обязанности и потратить на это минимум времени ваша hr служба также будет счастлива потому что эти инструкции будут полностью соответствовать требованиям министерства труда давайте приступим есть давно известное очень хорошее решение формировать конкретные должностные инструкции в которых бы были четко перечислены требования к опыту работы профессиональным компетенциям к образованию естественно необходимо привести эти инструкции к нормативной базе чтобы не возникло претензий со стороны регулирующих органов но эти вопросы мы оставим на усмотрение кадровых служб и ричаров наша с вами задача как сотрудников руководителей служб поддержки это сформировать необходимые требования именно с точки зрения техники что нам в этом может помочь можно конечно попробовать изобрести велосипед с нуля ну и чтоб получить можно же воспользоваться наработанными стандартами которые на самом деле очень полезны и я в своей консультационной практике как человек из айти достаточно ленивый очень часто использую можно сказать практически всегда типовые стандарты комбинируя из них конкретные должностные обязанности что же есть в этих профессиональных стандартах там описаны квалификационные уровни это уже дает прекрасный ответ на вопрос какого рода квалификации какого уровня квалификации нам нужны сотрудники на те или иные должности в этих стандартах перечислены типовые трудовые функции причем как расширенные так и детали и что особенно и интересно и приятно приведены примерные должностные обязанности и требования квалификации к навыкам и умениям в соответствии с каждой трудовой функции где же взять такие замечательные профстандарты они утверждены министерством труда и соцзащиты российской федерации в принципе их можно найти на сайте этого министерства но проще это сделать через сайт ассоциации предприятий компьютерных информационных технологий аптит на сайте аптит на первой же странице есть баннер актуальные профстандарты в области айти кликнув по нему мы переходим как раз на страничку с этими стандартами если посмотрим их здесь сейчас наработано уже очень большое количество весьма рекомендую использовать мы же с вами уделим побольше внимания профессиональному стандарту который называется специалист по информационным системам именно этот стандарт дает максимальную информацию о должностных обязанностях и требованиях квалификации работников службы технической поддержки и так какова же структура стандарт в шапке вынесены основные области занятости и отнесение к различным видам экономической деятельности как мы видим этот стандарт относится как руководителям подразделений к разработчикам программистам и прочим специалистам по компьютерной технике а вот дальше начинается самое интересное и полезное перечень укрупненных или как они названы стандарте обобщенных трудовых функций и каждой трудовой функции соответствует очень подробный детальный набор трудовых функций сразу же хочу обратить ваше внимание они соответствуют определенным уровнем квалификации минимальный уровень квалификационный по профстандарту для сотрудника техподдержки 4 дальше это может быть 5 6 уровень который соответствует уже более высокой квалификации и например уровня руководителя службы поддержки мы с вами сейчас говорим о трудовых функциях именно для инженеров технической поддержки посмотрите какое большое их количество здесь перечислено и по большому счету то что нам остается сделать своей службы helpdesk service desk это выбрать отобрать те конкретные должностные обязанности которые специфичны именно для работы нашей службы давайте посмотрим как это можно сделать сейчас перед вами файл достаточно типовой который я использую при формировании для своих клиентов должностных инструкций сотрудников службы технической поддержки нетрудно заметить что наименование должностной обязанности или трудовой функции взято во многом методом копирования знаменитый наш копипейст из должностных стандартов но это естественно не механический копипейст а проведена необходимая адаптация к потребностям конкретной компании на что давайте обратим внимание что же может входить в типовые должностные обязанности инженеров технической поддержки это как технические обязанности так и возможный инструктаж пользователей что безусловно влечет за собой необходимость обладать определенными достаточно серьезными квалификационными навыками это участие в закупках разумеется речь не идет о том что инженеры технической поддержки будут самостоятельно проводить закупки но они должны оказывать квалифицированные технические консультации тем сотрудникам которые отвечают за эти закупки также инженеры поддержки должны обладать достаточной компетенцией в том чтобы понимать какие требования соответствует с договором как внутренним трудовым так и договорами внешними заказчиками должны выполняться и тем самым более грамотно четко отрабатывать те запросы от заказчика которые поступают информационным системам таким образом на формирование подобной должностной инструкции после проведения обследования у заказчика и выявления необходимых действий которые выполняет служба поддержки уходит не более двух дней а если измерять в трудозатратах то в пределах четырех пяти часов вы очень сильно экономим время и следовательно затрат теперь давайте посмотрим как в стандарте можно найти соответствующие нашим потребностям должности название специальности должности здесь это также очень подробно приведено вот мы видим возможные наименования должностей требования к базовому образованию и обучению а также требования к опыту практической работы и возможно какие-то особые условия какие-то могут быть особые условия покажу на том же примере который мы с вами только что смотрели следуя этому стандарту вот этой его части мы точно можем быть уверены и успокоить свою кадровую службу что никаких претензий со стороны органов например труд инспекции не будет поскольку этот профстандарт получил одобрение со стороны профильного министерства например в этой должностной инструкции я с чем необходимым несколько повысить требования к нашим инженерам технической поддержки в качестве должности установлено наименование инженер технической поддержки которая также взята из профессионального стандарта несколько повышено требования к образованию я установил что это требование должно быть высшее образование обязательно мы имеем на это полное право а также рекомендацию по прохождению регулярных программ повышения квалификации согласитесь все-таки в нашей эти отрасли все меняется достаточно быстро в базовом стандарте к инженеру начальной четвертой квалификационной категории на требования к опыту практической работы отсутствуют мы сочли что целесообразно все-таки установить для наших сложных систем не менее полугода практической работы в качестве опыта этого сотрудника и наконец еще одно очень большое достоинство этой группы профессиональных стандартов для каждой обобщенной трудовой функции о которых мы поговорили с вами в начале описан детально перечень должностных обязанностей и соответствующей каждой этой трудовой функции необходимые умения и знания что нам остается сделать в нашей должностной инструкции сопоставить используемым техническим средством именно в нашей компании ну например если мы говорим об архитектуре систем в определенных например операционных системах их можно указать и тем самым конкретизировать требуемые навыки знания и умения таким образом профессиональный стандарт на 70 или даже больше процентов покрывает необходимую информацию при формировании должностных инструкций и в то же время существенно на порядке экономит время при создании подобных должностных инструкций ну а сами эти должностные инструкции очень облегчают жизнь как персоналу так и управленческому составу я надеюсь что этот небольшой урок поможет вам сориентироваться в том как формировать инструкции для ваших операторов и инженеров технической поддержки тех же из вас кого интересуют кому необходимо детально построить рабочие процессы сервис деск я буду рад видеть на своем полноценном четырехдневном курсе по сервис деск что ж надеюсь вы сами убедились что создать реально действующую должностную инструкцию не так сложно и профессиональные стандарты помогут вам в этом сделайте это для своих инженеров